Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Баженитов, Омская область. Короче, человек увидел ролик про суровую будь и меня спрашивает, а что же там такое отломилось на передке, на переднем мосту у трактора ЛТЗ-60. Ну, я так понял, что собирается купить этот трактор у кого-то, и нужно посмотреть, что же отломано или на что нужно обращать внимание. На улице у нас сейчас 25, прохладно, попытаюсь в течение двух-трех минут кое-что там показать, а остальное пойду в гараж и в гараже покажу конкретный узел, который отламывается. Короче, для того, чтобы... на что нужно посмотреть у трактора ЛТЗ-60, чтобы посмотреть его техническое состояние. Что отламывается? Вот здесь скажут, что Т-40, Т-40 нет, я скажу, это абсолютно не Т-40, а абсолютно другая модель. Внешне по габаритам Т-40, коробка вроде бы одна и та же, а когда детально начинаешь все это смотреть, отличается существенно. ДМТЗ далеко, ну а Т-40 это вообще там где-то внизу. Сейчас вот покажу передний мост. Вот передний мост. Что отламывается? Вот она стойка, вот этот рычаг горизонтальный, чугунный. А отламывается, значит, вот эта вот поворотная цапка, которая находится внутри. Сейчас поближе покажу. Вот, вот здесь, вот место отлома. Если на Т-40 весь узел собран так, что он имеет возможность на пружинах компенсировать кочки, вибрацию, которая, значит, падает на передний мост, то у этого трактора пружин нет. И происходит, значит, нагрузка на вот этот рычаг. Особенно, если на тракторе стоит кун. У меня, конечно, и вот это тоже отламывалось, вот в этом месте. Но это меняется легко. А если отломается вот здесь, то это будет сложнее. Сейчас я попробую в гараж сходить, и там попробуем еще показать другое. Продолжу я снимать. В гараже на улице невозможно. Тут тепло, минус 5 нормально. Затемка у меня там баня, а здесь вход центральный ворот не открывает. Так, значит, вот что слабое место. Вот он рычаг, у меня запасной. Значит, а вот сама ось, которая отламывается. Она должна стоять вот так вот. Усилие очень большое, и оно отламывает. Короче, нужно иметь в запасе вот такую деталь. Она продает, а стоит где-то 2,5 тысячи. Что интересно, низ, где резьба закаленной, а сверху обыкновенная сталь. Ну как, конечно, не обыкновенная сталь. Ну, не знаю там, кто сварщик, сварщики-то, крестьяне меня поймут, о чем идет речь. Вот эта деталь, почему отламывается? Вот эта деталь сделана из чугуна, из ковкового. А вот эта сталь. Если кто приваривал, я, значит, сварщик, тот понимает, чем это варится. Все тут, здесь фаска есть, все это можно варить, установить. Но если неправильно приварено, как на заводе это делается, то это долго ходить не будет. При покупке нужно обращать внимание, значит, на эту деталь. Если сбоку посмотрел, пошли трещины, или она изогнулась, а она, вот она, вот эта вот шайба, она цельноточная на заканном стопу. Если вот эта шайба начала деформироваться, пошли трещины, то все, значит, нужно менять вот эту стойку, можно скидывать цену. Запаска лежит, сломается, если что, я поменяю, сделаю сам. Варить сложно, но можно заварить. А еще сразу же попался, значит, дисциплине попался. На ЛТЗ-60 обычный диск стоит, Т-40. Но он отличается по количеству шлицов на вторичного вала. Здесь, я не помню точно, но, кажется, здесь шлицов побольше. На Т-40 там шлицы крупные, их поменьше. Ладно, кому это интересно, спрашивайте. Надо будет, будет на улице тепло, пойду на улицу, сделаю обзор трактора. Потому что уже просили. Но сильно холодно, значит, там сильно не походишь и не поснимаешь. Камера махом замерзает. Ладно, пока. Продолжение следует...